Челябинская ассоциация работников Добрый вечер, уважаемые друзья, дорогие женщины Рад находиться здесь вместе с вами в этом зале У нас есть для этого два замечательных повода Хороших повода Это предстоящий весенний праздник Первый весенний праздник Международный женский день И церемония награждения лучших сотрудниц правоохранительных органов Общественная премия «Щиты роза» Это, дорогие женщины, высокая оценка вашей работы Вашего вклада Безопасность граждан Защиту их интересов Это тяжелая, порой опасная работа Это служба Но, уважаемые друзья, женщины в погодах Все равно остаются женщиной В самых лучших своих проявлениях Именно вы несете в мир добро, любовь, надежду, красоту Милые женщины От всего сердца От имени и по поручению всех мужчин Находящихся в этом зале Всех мужчин Челябинской области Я поздравляю вас с профессиональным признанием И с наступающим Международным женским днем Любви вам, здоровья, благополучия вашим семьям Счастья И радости жизни Спасибо вам Россия Это мудрость веков Сила и мужество Безграничная отвага, честность и трудолюбие Мы любим нашу Родину Долг каждого из нас сохранить И приумножить достижения нашей страны Дело жизни Это служение Отечеству Россия! 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 Любуюсь с тобой ярко, залитый солнцем Загладив озер, золотые поля И в первых словах навсегда остается Земля, где вырос Россия моя И космос отдай И простор океана Нас манят загадочной силой своей Но ждет нас Россия Любя и прощая Как матери любят своих сыновей Россия! Россия! Мы дети твои Россия! Россия! Нужны нам твои голоса Россия! Мы дети твои Россия! Россия, нужны нам твои голоса Пусть сьются знамена над миром И с именем орден твоим Мы все твои дети, Россия А значит мы победим Россия, мы дети твои Россия, нужны нам твои голоса Россия, мы дети твои Россия, нужны нам твои голоса Пусть звезды твои будут пахнуть дождями И смехом детей каждый день озарит Пусть сердце любовь и добро будут с нами И родины имя так гордо звучит Россия, мы дети твои Россия, нужны нам твои голоса Россия, мы дети твои Россия, нужны нам твои голоса Россия Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех на этом прекрасном событии Праздники весны и самых прекрасных, очаровательных женщин в погонах Ежегодная общероссийская общественная премия «Щит и Роза», учрежденная решением Генерального Совета Общероссийской Общественной Организации Ассоциации Работников Правоохранительных Органов и Спецслужб Российской Федерации Вот уже в одиннадцатый раз проводится на главной концертной площадке страны в Государственном Кремлевском дворце Ну а здесь, дорогие друзья, уже в третий раз происходит вручение этой прекрасной премии «Щит и Роза» И надо отметить, что Южный Урал является единственным и первым субъектом в Российской Федерации, где проходит это прекрасное вручение на региональном уровне Давайте поздравим друг друга с этим прекрасным событием, друзья! Женщины в погонах, герои нашего вечера Общественная премия «Щит и Роза» присуждается лучшим из лучших в таких непростых и важных профессиях Невозможно не гордиться женщинами, которые на своих хрупких плечах несут ответственность за столь важное для всей страны дело Невозможно не восхищаться ими и в то же время нежными, ранимыми, хранящими домашний очаг и приносящими тепло в дом Вы — гордость России! Вам посвящается этот вечер! Для вас сегодня нескончаемые аплодисменты Челябинска, Южного Урала и всей страны! Овации! Организаторы премии выражают огромную благодарность губернатору Челябинской области Ваши аплодисменты, друзья! Правительству региона и администрации города Челябинска за оказанную поддержку! Спасибо огромное! Ну что? Приступим! И мы приступим с номинацией, которая называется «За профессионализм!» Под ваши аплодисменты, друзья! Профессионалом становится через упорный труд, любовь к делу и приверженность ценностям, приносящим добро и пользу людям Именно так относятся к своей работе победительницы в номинации «За профессионализм!» Их верность своей профессии просто поражает И, конечно, мы срежим рассказать о лучших профессиях, поблагодарить их и поздравить! Итак, в номинации «За профессионализм» награждаются Ирина Евгеньевна Тимонина Капитан внутренней службы, начальник отделения автоматизированных систем управления и программного обеспечения Центра управления в кризисных ситуациях Главное управление МЧС России по Челябинской области В 2017 году под ее управлением была успешно отражена мощная атака международного вируса WannaCry И обеспечена бесперебойная работа подразделений МЧС России по обеспечению безопасности Челябинской области Ирина Евгеньевна награждена почетной грамотой МЧС России Нагрудным знаком МЧС России за заслуги, а также медалью МЧС России за отличия в службе третьей степени Награждается Люция Халитовна Масалимова Встречайте! Капитан полиции, инспектор отдела ГИБДД, отдел МВД России по городу Копейску Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Люция Халитовна работает в должности инспектора пропаганды безопасности дорожного движения почти 15 лет Занимается обеспечением разъяснительной работы по недопущению нарушений правил дорожного движения Профилактикой дорожно-транспортных происшествий Проведением профилактических работ со школьниками и студентами Имеет множество поощрений не только со стороны органов внутренних дел, но и смежных структур В номинации за профессионализм награждается Екатерина Андреевна Иванова Капитан полиции, командир взвода полка полиции управления вне ведомственной охраны по городу Челябинское управление Росгвардии по Челябинской области За истекший период 2017 года личным составом взвода под руководством Екатерины Андреевны Выявлено 31 преступление Из них 23 так называемых уличных Задержано 38 преступников Выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств Капитан Иванова на службе проявила себя хорошим организатором И грамотно руководит веренным ей подразделением В данной номинации награждается Мария Александровна Китушина Майор полиции, старший операмолновоченный Центра по противодействию экстремизму Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Мария Александровна за время службы в органах внутренних дел Зарекомендовала себя как настоящий профессионал Грамотно и своевременно обеспечивает аналитическими материалами сотрудников подразделения Майор Китушина принимал участие в выявлении и раскрытии 8 преступлений экстремистской направленности Выявлению и предвращению 15 административных правонарушений Награждается Марина Владимировна Гладышева Майор внутренней службы Начальник филиала военно-врачебная комиссия номер 1 Медико-санитарная часть номер 74 в СИН России Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области Профессионально ведет контроль работы коллектива по медицинскому освидетельствованию граждан Поступающих на службу и сотрудников уголовно-исполнительной системы Граждан и сотрудников направленных на учебу в образовательное учреждение в СИН России За высокие показатели в служебной деятельности Неоднократно поощрялась руководством в СИН области Имеет ведомственные медали за отличия в службе 3 и 2 степени Итак, героини на сцене, а значит самое время приступить к церемонии награждения А награды вручают Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Владиславович Морев Глава города Челябинска Владимир Алексеевич Елистратов А также советник президента русской медной компании Депутат Загонодательного собрания Челябинской области Анатолий Александрович Еремин Я хочу обратиться к нашим почетным гостям Господа, перед тем, как вы очаровательным дамам вручите заслуженные награды Микрофон в вашем распоряжении Прошу вас Дорогие женщины, уважаемые гости и организаторы торжественной церемонии Сегодня мы чествуем лучших сотрудниц региональных подразделений силовых министерств и ведомств Замечательных женщин, выбравших благородный труд служения Отечеству Которые самоотверженно, профессионально несут нелегкую службу По обеспечению правопорядка По обеспечению законности и безопасности нашего общества Уверен, что премия «Щиты Роза» в дальнейшем Сохранит высокий уровень доверия наших граждан В деятельности правоохранительных органов Позволит стимулировать нашу молодежь К поступлению на службу Спасибо вам за ваш труд Мы искренне вами гордимся Мира, добра, семейного благополучия С праздником! Владимир Алексеевич Уважаемые дорогие женщины Очень рад представившейся возможности Участвовать в церемонии награждения Женщин-сотрудниц силовых органов Как бы это сурово ни звучало Все равно машинально смотрю не на погоны, а на глаза И с удовольствием вижу, что они немножко уставшие, но счастливые С праздником вас всех! А номинантов с победой! Антон Александрович, пожалуйста Милые, добрые, красивые женщины Разрешите поприветствовать и поздравить вас От лица руководства Русской медной компании И депутатов Законодательного собрания Челябинской области Я не понаслышке знаю О тех трудностях и испытаниях С которыми сталкиваются сотрудники Правоохранительных органов, контрольных И надзорных ведомств Поэтому особого уважения, признания И благодарности заслуживает Труд Сегодняшних прекрасных героинь Пусть в вашем доме царит мир Уют и благополучие Успешной работы вам на благо наших земляков Наших близких и наших родных Будьте здоровы, любимы и счастливы Ну что, друзья Сейчас состоится то, ради чего Собственно, мы здесь и собрались Уважаемые почетные гости Пройдите, пожалуйста, к героиням И вручите заслуженные награды По новации всего зала Прошу вас, господа Награды в руках кадетов Подходите к героиням Вручайте Ну вы, дорогие зрители Не забывайте поддерживать Аплодисменты Поздравлять наших героинь Аплодисменты Это фотография на память. Все очень просто. Герои на сцене улыбаются, зал аплодирует. Ну а фотографы делают свое дело. Давайте это совершим, друзья. Мы благодарим всех участников этого первого главного события. Прошу вас, господа и дамы, занимайте ваши места в зрительном зале. Прошу вас, господа и дамы. С желающим праздником весны, любимой нашей. На сцену приглашается военный оркестр управления Росгвардии по Черябинской области. Начальник оркестра, военный дирижер, лейтенант Широков Павел Александрович. Аплодисменты. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 округах. Он объединяет вас, тех, кто своим примером доказывает, что всё в мире должно быть в гармонии. От всего сердца желаю вам высоких профессиональных достижений, успехов по службе, желаю вам самореализации, желаю вам достижения тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Вы служите добру и гуманизму, справедливости. Пусть в вашей жизни будут счастье, благополучие, любовь, доброта и нежность. С праздником, дорогие женщины! Друзья, с большим удовольствием мы продолжаем церемонию, но перед тем, как перейти к следующей номинации, мы хотим поблагодарить титульного партнера премии «Русскую медную компанию» в лице председателя Совета директоров Игоря Алексеевича Алтушкина и генерального медиапартнера премии «Медиахолдинг ОТВ». С большим удовольствием мы продолжаем награждение. Лауреаты сегодняшней премии без сомнений лидеры в своих коллективах. К их мнению прислушиваются, на их стиль работы равняются, а не те, кем не страшно штурмовать самые неприступные вершины профессии. Они признанные и уважаемые мастера своего дела. Итак, номинация «За лидерские качества». Друзья, еще громче подарите, пожалуйста, аплодисменты, потому что на эту сцену сейчас выйдут достойные из достойных. В номинации «За лидерские качества» награждаются Жанна Владимировна Печенкина, полковник полиции, начальник эксперта криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области. Под руководством Жанны Владимировны получили свое развитие новые актуальные виды специальных экспертиз, что позволяет эксперта криминалистическому центру Челябинской области занимать второе место среди регионов России по уровню развития направления экспертиз. По итогам работы за 2018 год ЭКЦ Челябинской области входит в десятку лучших подразделений из 84 среди регионов России. В этой номинации также награждается Наталья Викторовна Кидовская, полковник внутренней службы, заместитель начальника исправительной колонии номер 4, начальник центра трудовой адаптации осужденных, главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области. В подчинение Наталье Викторовне 47 сотрудников. С момента ее назначения начальником центра удалось трудоустроить на производстве 286 осужденных. Ваши аплодисменты, друзья! В номинации за лидерские качества награждается Ольга Александровна Епимахова, советник юстиции 2-го класса, начальник отдела, старший судебный пристав Касинского городского отдела судебных приставов, управление Федеральной службы судебных приставов в Челябинской области. В 2018 году за активную работу по взысканию налоговых платежей Ольге Александровне объявлена благодарность Федеральной налоговой службы России. Также награждается Оксана Викторовна Вырышева, подполковник полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних, южноуральское венение управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте. В 2018 году под ее руководством с объектом повышенной опасности удалено более 650 несовершеннолетних, проведено более 400 рейдовых мероприятий, в том числе по выявлению семейного неблагополучия. Овации героине! За лидерские качества награждается Наталья Валерьевна Потолицына, майор, начальник финансовой группы Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Челябинской области. С момента назначения Натальи Валерьевны на руководящую должность, возглавляемое ею подразделение является одним из лучших подразделений Центра по итогам служебной деятельности. Служебная деятельность неоднократно поощрялась руководством Центра и вышестоящими руководителями. Ваши аплодисменты! Номинация за лидерские качества. Победительница Светлана Игоревна Кузнецова. Майор полиции, начальник отдела участковых уполнобоченных полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Чебаркульский, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области. По итогам работы за 2018 год под руководством Светланы Игоревны вверенным личным составом раскрыто 772 преступления, выявлено 1768 административных правонарушений, награждена медалями МВД России за отличие в службе второй и третьей степени и многими другими наградами. Овации! Данные номинации награды вручают первый заместитель прокурора Челябинской области, старший советник юстиции Игорь Юрьевич Трошкин, награды вручают исполняющие обязанности начальника Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Челябинской области, полковник Николай Анатольевич Зубарев, а также исполняющие обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, государственный советник юстиции Российской Федерации третьего класса Юлия Игоревна Третьякова, кстати, лауреат премии Щиты Роза Южный Урал в 2017 году. И также для вручения наград мы на сцену приглашаем начальника отдела кадров Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области, полковника внутренней службы Виктора Владимировича Питюка. Ну что же, есть традиция, когда в нашей почетной гости на сцене, если желание, прошу вас, начнем с дамы. Вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня прекрасный день, замечательный праздник. Сегодня мы чествуем женщин, которые выбрали для себя достаточно сложную профессию в правоохранительных органах, в специальных службах. И премия Щиты Роза – это достойная оценка вашей деятельности, ваших творческих успехов, спортивных достижений. Служение Родины – это сложный, ответственный труд. И наши лауреаты доказали, что женщина может справиться с любой задачей. И при этом оставаться прекрасной мамой, женой и бабушкой. Дорогие девушки, я от всего сердца поздравляю вас с этим премией, с этими достижениями. Желаю вам новых профессиональных успехов. Ну и, конечно же, женского счастья. Поздравляю. Спасибо организаторам за предоставленную возможность сегодня в этом зале, на этом мероприятии поздравлять лучших из лучших в своей профессии. Особенно, когда лучшими из лучших являются еще и представительницы прекрасного пола. Пользуясь лучшим, благодарю за такие высокие достижения в своей профессии. Мы теперь чувствуем себя, я имею ввиду мужскую половину, более уверенны. Потому что где-то мы... Лишний раз вы нам напомнили, что не только прекрасное присутствует в вас, но и высокие навыки в знаниях, опыте, профессиональные качества. И, пользуясь лучшим, мне хотелось бы поздравить, в первую очередь, вас, а также всех тех женщин, которые присутствуют здесь, и в целом женщин, с наступающим женским днем, 8 марта, пожелать вам мира, добра и личного счастья. Уважаемые лауреаты премий, организаторы, гости. Я от всей души поздравляю вас с присуждением этих наград. Желаю вам всего самого доброго, мира, счастья, здоровья и любви. И самое главное, любви не только к работе. С праздником, с наступающим. Добрый вечер, уважаемый зал, уважаемые гости. Очень приятно, что вы предоставили слово. Я хочу сказать от себя лично, что это, наверное, немножко неправильно, когда женщина носит погоны. Не должно такого быть. Но своим отношением к делу, своей настойчивостью, а мы отмечаем номинацию за лидерские качества, вы доказали, что это не так, и вы достойны это делать. Спасибо вам за это. Но от себя лично я хочу добавить следующее. Оставайтесь все-таки женщинами, потому что мы на вас равняемся, мы на вас смотрим. И есть такая небольшая притча, что мужчина – это голова, а женщина – это шея. Куда вы повернетесь, туда мы и будем смотреть. Спасибо. Всего вам наилучшего. Ну что, после этих прекрасных слов, прошу вас, подойдите к героиням сегодняшнего вечера и вручите заслуженные награды. Друзья, есть маленькая просьба помочь вам в этом событии аплодисментами. Друзья, вот награды вручены. Одна дама на сцене у нас осталась без цветов. Юлия Игоревна, для вас этот букет. С наступающим праздником. Так, ну что, есть хорошая традиция. Да, фотограф находится в этой части зала. Все, внимание туда. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Не фото на память. Прошу вас. Спасибо всем участникам этой прекрасной церемонии. Уважаемые дамы, прекрасные дамы, уважаемые господа, прошу вас, располагайтесь в зрительном зале. Проходите. Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации Организация, охватывающая огромное количество направлений общественной деятельности и имеющая представительство более чем в 35 регионах страны. Наиболее развивающимся и активным является Южноуральский филиал ОРПО. Повседневная работа организации поражает степенью важности и ответственности. Ассоциация оказывает содействие пенсионерам и ветеранам правоохранительных органов в трудовой и социальной адаптации после выхода в запас. Ведется работа по привлечению новых членов в свои ряды. Работа по взаимодействию с органами правопорядка и органами власти всех уровней. А проведение совместных мероприятий является основным видом деятельности ассоциации. ОРПО продолжает организовать форумы, конференции и семинары. Среди них ежегодное участие в международном форуме «Антиконтрафакт». Помимо своей основной трудовой деятельности, члены ОРПО несут общественную нагрузку, принимают участие в жизнедеятельности организации и составляют основное ядро общественного объединения. Ну а мы продолжаем, дорогие женщины и уважаемые мужчины. Для вас на этой сцене выступает лауреат российских и региональных музыкальных премий Полина Терновская. С композицией «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». Вместе с нею танцевальный коллектив «Версия» руководитель Светлана Орлова. Всегда быть рядом не могут люди, Всегда быть вместе не могут люди, Нельзя любви земной. Любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай, чем же тогда мы любим? Считай, чем же так. И жигай сердца. Любви все время мы ждем от чуда. Одной, единственной ждем от чуда. Ведь я должна, она должна, сгореть без следа Скажи, узнать мы смогли откуда? Узнать при встрече смогли откуда? Что ты моя, а я твоя, любовь и судьба Скажи нам, сколько пришлось скитаться Среди туманных миров скитаться Затем, чтоб мы с тобою, мы друг друга нашли А вдруг прикажет судьба расстаться Опять прикажет судьба расстаться При свете звезд на краю земли Несчасть, разлук во вселенной этой Несчасть, потерь во вселенной этой А вновь найти любовь, найти всегда нелегко И все ж тебя я ищу по свету Опять тебя я ищу по свету Ищу тебя среди чужих пространств веков Всегда быть рядом не могут люди Всегда быть вместе не могут люди Нельзя любви, земной любви была без конца Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай любви, сжигай сердца У любви все время мы ждем как чудо Одно единственно ждет как чудо Хотя должна она, должна вскоре без следа Скажи, мы сможем узнать откуда Опять мы сможем узнать откуда Что ты моя, а я твоя Любовь и судьба Ну что, друзья, продолжаем Церемонию награждения лауреатов премии Номинация за многолетнюю службу Отечеству Премия – знак признания нашим неподражаемым женщинам За их неоспоримый труд, самоотверженность И, конечно, преданность выбранному однажды делу Они верны ему через годы Они несут свое дело жизни как знамя Мы благодарим вас за верность долгу и многолетнюю службу В номинации за многолетнюю службу Отечеству Награждаются Светлана Игоревна Сильвестру Полковник юстиции Заместитель руководителя отдела по приему граждан И документационному обеспечению следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Светлана Игоревна прошла жизненный путь от следователя до заместителя руководителя структурного подразделения Общий стаж работы в правоохранительных органах составляет более 35 лет На сцену приглашаем Светлану Валентиновну Номеровскую Подполковник внутренней службы в отставке Советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса Заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции Главное управление Министерством внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Светлана Валентиновна в органах внутренних дел работает с октября 1982 года Друзья, на протяжении всей своей трудовой деятельности занималась предоставлением государственных услуг За многолетнюю службу отечеству награждается Светлана Васильевна Кондратьева Референт государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса Старший специалист первого разряда управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Общий стаж Светланы Васильевны составляет 42 года В том числе в налоговых органах 25 лет Татьяна Михайловна Шилкова Подполковник внутренней службы Главный вуалтер исправительной колонии номер 15 Главное управление Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Челябинской области Татьяна Михайловна в уголовной исполнительной системе служит с января 96 года За этот период пройден путь от должности бухгалтера до главного бухгалтера учреждения За многолетнюю службу отечеству награждается Анжелика Анатольевна Черкова Полковник полиции Начальник отделения управления по контролю за оборотом наркотиков Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Анжелика Анатольевна проходит службу в органах внутренних дел с декабря 93 года Стаж службы составляет более 25 лет За время службы неоднократно принимала участие в мемориале имени Масленникова Входила в тройку призеров по стрельбе из табельного пистолета среди женщин Лауреат 2012 года международного конкурса МВД России «Щит и перо» Ну а награды вручают начальник Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Генерал-лейтенант юстиции Денис Николаевич Чернятьев А также председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Челябинской области Член общественной палаты Челябинской области Руководитель совета старейшин общественной палаты Челябинской области Почетный сотрудник органов государственной безопасности Член президиума Всероссийского совета ветеранов Генерал-лейтенант Сурков Анатолий Петрович Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса Марина Владимировна Егимова Очень многие из нас видели и успели полюбить такие картины, как Кандагар, русский перевод, застава, крепость Бадабер А также сериал Золотая Орда Сегодня вручить награды нашим очаровательным женщинам Прибыл специальный гость, известный по этим и многим другим фильмам Российский актер театра и кино Рамиль Сабитов Напомню о доброй традиции сегодняшнего вечера Важаемые гости, микрофон ваш, прошу Дорогие девчонки Вашим фантастическим делам Вашей фантастической заботе Вашим бессонным ночам Вашей фантастической способности Быть идеальной мамой Идеальной женой Содержать очаг в идеальном состоянии В неоплаченном долгу Все общество, все человечество Поэтому поздравляю вас с этим праздником Я хочу пожелать всему обществу нашему И особенно мужчинам Всегда и везде Слово «женщина» писать за главные буквы А нашим женщинам Нашим женщинам пожелать каждой Каждой Быть всегда молодой Для службы Молодой и делом Для службы И телом Для любимого И душой Для коллектива Молодой и делом И телом И душой Праздник Дорогие коллеги Мы все благодарим вас За верность выбранному делу Многие годы Вы передавали свой опыт Молодым сотрудникам Были для них Примером Сегодня Ваш труд Признан и оценен Я желаю вам Дальнейшего продвижения По службе Дальнейших успехов И огромного Личного счастья Денис Николаевич Дорогие друзья Уважаемые женщины Для меня Как и наверное Для любого офицера Огромная честь Стоять сегодня На этой сцене И участвовать В таком прекрасном мероприятии Я хотел бы поблагодарить Организаторов И всех Кто принимал участие За этот прекрасный праздник Самое главное Искренний и душевный По такому прекрасному поводу Уважаемые победительницы Огромное вам спасибо За то что вы есть Ваша жизнь И ваша служба Многолетняя служба Есть пример Для всех нас Для молодых Начинающих сотрудников И сотрудниц Беззаветному преданности Служению Дело Дело Защите нашей родины Защите наших граждан Низкий вам поклон Пользуясь случаем Дорогие боевые подруги Рашите мне От следственного корпуса Челябинской области От себя лично Поздравить вас С наступающим Праздником Днем весны Пожелать вам Счастья Встречать Наступающий Рабочий день Всегда с улыбкой С ожиданием радости И уверенности В завтрашнем дне Чтобы рядом с вами Всегда были достойные люди И среди них Были настоящие мужчины Тепла вам и уюта Будьте всегда Любимы и счастливы С праздником Российский актер Театр и кино Присоединиться Присоединиться ко всем поздравлениям И поздравить Вас с победой И сказать Что кроме Специальных призов Которые подготовили Здесь организаторы Этого замечательного мероприятия У меня есть Очень хорошее предложение Для вас Долгая затяжная командировка В Орду Вот Потому что Мои Ханши Очень плохо знают Военную службу Они ткут ковры Устраивают интриги Подсыпают В пищу Яд Я надеюсь На ваше Воспитательное И педагогическое влияние На Орду Анжелика, Татьяна Светлана Светлана и Светлана Я могу надеяться На такой Барский Царский подарок С вашей стороны Вы предупредите Мужей и детей Что наверное Где-то до следующей весны Мы там задержимся Вот Но зато мы Обучим вас Скакать на лошади Стрелять из лука И готовить Бичбармак Но многие наверное Из вас умеют Поскольку Челябинская земля Она Во многом Построена Как сказать правильно Людьми Которые Приехали сюда Из Из Татарии Но это шутка А на самом деле Я хочу сказать Вот Вполне серьезно Что Конечно Правильно Здесь было сказано Что Женщина и форма Это как две вещи Несовместные Потому что Война И Женщина Существо Которое Дает миру жизнь Они противоположны Но живем мы на земле Где Периодически Возникают конфликты И Зная историю И Зная сегодняшние будни Можно сказать Что Женщина всегда Защитник Она Защитник По рождению Когда Носит плод Когда Рожает его Когда Воспитывает Когда нужно идти на работу И по сути своей Женщина Защитник И поэтому Вы по праву Носите Погоны Носите Эту красивую форму И она вам К лицу И поэтому Еще раз Настаиваю На командировке В Орду Спасибо Ровно Пять человек Мужей Этих прекрасных Женщин Только что Сделали в зале Вот так Дорогие друзья Я не видел Ну что Друзья Давайте приступим К нашей церемонии Главной церемонии Сегодняшнего вечера Прошу вас Вручите Эти заслуженные Награды Друзья Знаю что Сила у вас есть Поэтому Зал Не молчите Пожалуйста Аплодируйте Скажите Спасибо Аплодисментами Этим прекрасным Очаровательным Дамам Которые стоят На этой сцене И получают Сегодня Заслуженные Награды Марина Владимировна Мы вас без букета Тоже не оставим Сегодня Эти цветы Для вас Так Господа Награды В руках Да У Прекрасных Очаровательных Женщин Традиционная Фод на память Давайте это Совершим Спасибо вам большое Пожалуйста Проходите В зрительный зал И занимайте Ваши почетные места Спасибо нашим гостям За столь пламенные речи И спасибо вам Милые Очаровательные Дамы Спасибо Ну а пока гости располагаются Я пожалуй Начну объявлять Следующее Творческое поздравление Итак На сцене сейчас появятся Лауреаты российских И региональных Вокальных конкурсов Дмитрий Жуков И Жанна Егорова А также Творческое объединение Станция Детская Руководитель Иван Власенко С композиции Арно Бабаджаняна Ноктюрн Встречайте овациями Аплодисменты Между мною и тобою Гул небытия Звездные моря Тайные моря Как тебе сейчас живется Вешняя моя Нежная моя Странная моя Если хочешь Если можешь Вспомни обо мне Вспомни обо мне Вспомни обо мне Хоть случайно Хоть однажды Вспомни обо мне Долгая любовь моя Вспомни обо мне Вспомни обо мне Вспомни обо мне Я к тебе приду Я к тебе приду На помощь Только позови Просто позови Тихо позови Пусть с тобой все время Будет свет моей любви Зов моей любви Зов моей любви Боль моей любви Только ты останься прежней Трепетно живи Солнечно живи Радостно живи Радостно живи Что бы ни случилось Ты, пожалуйста, живи Счастливо живи Всегда А между бою И тобой века Провенья и года Сты и облака Я и к тебе сейчас Светень беру Ведь я тебя Еще светень люблю Более Более С тобой все время будет свет моей любви. Зок моей любви, боль моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи. Счастливо живи всегда, а между тою и тобой векам. Наверия и года, сны и оплата. Я им к тебе сейчас лететь беру, Ведь я тебя еще сей день добрую. Давайте проводим аплодисментами эту красивую историю, уважаемые зрители. Мне бы хотелось сказать о людях, Вклад которых в организацию церемонии Щиты Роза является незаменимым и важным. Мы благодарны тем, кто поддержал ее проведение. Партнеры премии Щиты Роза титульный. Русская медная компания в лице председателя Совета директоров Игоря Алексеевича Алтушкина. Друзья, подарим аплодисменты. Мы также благодарим генеральных партнеров. Публичное акционерное общество АСКО страхование в лице генерального директора Аркадия Марковича Любавина. Мы благодарим завод металлоконструкции ЛСТК Урал в лице Константина Олеговича Шерифулина. А также компанию ЛПМ Импекс. Генеральный медиа-партнер премии Медиахолдинг ОТВ. Также благодарим партнеров премии Фонд имени Героя России генерала армии Дубынина и лично Григорьева Павла Васильевича. Мы благодарим группу компании Сигма и лично Махрова Александра Евгеньевича. А также акционерное общество Урал Промбанк и лично ФРСа Валерия Владимировича. Ну что, наши победительницы сочетают в себе уникальные качества, красоту и силу, бесстрашие нежность, упорство и творчество. И, конечно, находчивость, остроумие и интеллект. А это значит, что мы переходим к номинации... Крации за творчество и научный подход к работе! Ведь действительно, за какое бы дело ни взялись нашей женщины, оно обязательно превращается во что-то волшебное, яркое и незабываемое. Давайте знакомиться с героинями! Итак, номинация за творчество и научный подход к работе. В этой номинации награждаются Светлана Валерьевна Пигузова. Референт Государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса. Главный специалист, эксперт отдела кадров управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Светлана Валерьевна имеет ученую степень, кандидат педагогических наук. Является автором более 25 научных статей и монографий. При активном участии создан кадровый проект «Стань лучшим», а также награждена почетной грамотой управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области. За творчество и научный подход к работе награждается Лилия Михайловна Глянькова, майор полиции, начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции, главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области. Лилия Михайловна на протяжении многих лет занимается научными исследованиями и их публикациями в области обеспечения экономической безопасности и выявлением комплексных проблем борьбы с экономической преступностью. На постоянной основе взаимодействует с экономическим факультетом Челгу, является научным руководителем более 150 дипломных работ студентов. Ваши овации. Наталья Сергеевна Старикова, советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы. На ее счету более тысячи публикаций видеосюжетов федеральных региональных СМИ. Награждена почетной грамотой Федеральной таможенной службы России юбилейной медалью 25 лет Федеральной таможенной службы. Овации. И такими же овациями встречаем следующую номинантку Юлию Александровну Суптельную. Юлия Александровна старший лейтенант внутренней службы инспектор отделения информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Челябинской области. Совмещая серьезную работу с активной жизненной позицией Юлия участвует в творческой жизни отдела. Совместно со своими коллегами разрабатывает новые методические пособия о мерах безопасности. Проводит занятия с детьми в игровой форме. Является лицом главного управления МЧС в предоставлении информации всем СМИ по оперативному происшествию. Не так давно Юлия открыла в себе талант ведущего на торжественных мероприятиях главного управления МЧС России по Челябинской области. Евгения Васильевна Константинова Майор внутренней службы, начальник отдела специального учета СИЗО номер 4, Главное управление Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Челябинской области. С 2002 года занимается преподавательской деятельностью, является автором учебной литературы, преподаватель юридических дисциплин в Московской финансовой юридической академии. Занесена на доску почета ГУФСИН России по Челябинской области. На сцену приглашается Алена Николаевна Гусева, майор полиции, начальник отделения отдела лицензионной разрешительной работы по городу Челябинску, управление Росгвардии по Челябинской области. Аленой Николаевной была разработана уникальная методика выявления, пресечения, а также привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия, использования в повседневной работе нестандартных решений, грамотной организации взаимодействия сотрудников подразделения, позволили пресечь за 9 месяцев 2018 года 1158 административных правонарушений. Ну а для вручения наград на сцену приглашаются заместитель начальника управления Росгвардии по Челябинской области, полковник Дааев Ломали Личаевич. На сцену приглашается заместитель министра общественной безопасности Челябинской области, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук Владимир Алексеевич Гусак. Ведущий телеканала «Россия Южный Урал», член правления Союза журналистов Челябинской области, обладатель множества премий, средств массовой информации, известный тележурналист Вячеслав Юрьевич Афанасьев. Уважаемые дамы, поздравить вас с этим прекрасным праздником приехала потрясающая артистка, лауреат Гран-при Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», экс-солистка дуэта «Вкус меда», популярная российская певица Алена Иванцова. Город Москва, приветствуйте нашу специальную гостью. Все очень просто. Прошу господа и дамы, дамы, если желание озвучить речи перед тем, как мы приступим к вручению наград. Микрофон ваш. Уважаемые лауреаты, уважаемые гости, очень хорошо, когда в каждой профессии присутствуют творческие начала. Это говорит о созидательном характере труда. А в правоохранительной деятельности интеллект, творчество – это дополнительные и важные гарантии правильности выводов, законности и обоснованности принимаемых решений. А вот то, что в деятельности наших очаровательных лауреатов находится время и они находят возможности при всей сложности их профессии, при повышенных нагрузках принимать решения, опираясь именно на интеллект, на творческий подход. Это заслуживает особого уважения и признательности. Поздравляю сегодня с заслуженной наградой. Хотелось бы пожелать дальнейших творческих успехов, достижения высоких результатов, инновационных решений, большого женского счастья, всего самого наилучшего. И, пользуясь случаем, поздравить всех присутствующих в зале ДАМ с замечательным международным праздником, днем 8 марта, пожелать огромного женского счастья, чтобы над вашей головой всегда было голубое небо, чтобы в вашей жизни было больше солнечных дней. Всего вам самого наилучшего. Чаще улыбайтесь, вам это идет. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые номинанты. Я хотел бы буквально два слова сказать и выразить искреннюю благодарность тем людям, которые задействованы в проведении этого мероприятия. Из года в год нам дарят такой прекрасный, чудесный праздник в преддверии хорошего праздника наших любимых женщин. И я считаю, наш долг, в том числе и здесь присутствующих всех, не только поддерживать те традиции, которые сегодня заложены, но и приумножать. Мы видим, каждый год что-то новое появляется. Наверное, все заметили, что здесь выступил оркестр Росгвардии. В прошлом году их не было. Поэтому это нужно приветствовать. И огромная благодарность, спасибо всем организаторам вот этого мероприятия. Мы прекрасно осознаем и понимаем, что мы пришли на готовое и видим, сколько людей здесь, творческих коллективов, детских даже, задействовано. Это здорово, это прекрасно. И тем более в преддверии праздника Международного Женского Дня. Уважаемые женщины, очень тяжело говорить в силовых ведомствах о творческих подходах, о научных подходах. Потому что у нас в армии, как там поговорка была, в армии думать не надо, действуй по уставу. Но, к сожалению, сейчас мы живем в другое, более динамичное время, когда все прогрессирует, все развивается. Действительно, инновационные подходы нужны. Индивидуальный подход всегда был, есть, остается к любому человеку, с учетом индивидуальных особенностей. У нас многонациональный коллектив во всех силовых ведомствах. Да и вся Россия у нас многонациональная, и я в том числе не русский. Поэтому творческие подходы в работе нужны. Я вам желаю действительно дальше двигаться, на месте не стоять, всегда совершенствовать свои знания и двигаться только вперед. А то, что вы прекрасные матери, прекрасные женщины, красивые все, сомнения в этом нет. С праздником вас, уважаемые женщины! Вот совершенно не ожидал, что обращусь к вам сегодня со словами к некоторым из вас, коллеги. Поскольку я журналист, вы журналисты. Ну а теперь я, во-первых, поздравляю с 8 мартом, поздравляю вас с Международным женским днем, поздравляю с тем, что вы сегодня здесь стоите. Нас поздравляем, что вы здесь сегодня стоите, дарите на такую красоту. Но я хотел бы обратиться и к вам, и к всем дамам, которые сегодня выходят с маленьким таким деловым предложением. Канал «Россия», ГТРК «Южный Урал», «Россия-Южный Урал», «Россия-24», «Россия-1», «Челябинск-24» очень большое внимание уделяет интервью, вообще как жанру. И мы обратили внимание, что сегодня практически с коллегами, продюсерами сидели, обратили внимание, что практически каждую из вас можно приглашать к нам в студии. Можно приглашать, кстати, в студии наших коллег ОТВ, «Восточный экспресс», «31 канал». И многое интересно с вами разговаривать, так что это будет интересно всему Челябинску, всему Южному Уралу. Поэтому, уважаемые организаторы, пожалуйста, после сегодняшнего мероприятия найдите меня. Я хочу у вас забрать списки сегодняшних номинанток. Поздравляю вас и приглашаю в студии телевидения канала «Россия» и соседних дружественных нам каналов. Добрый вечер. Мне очень приятно, что сегодня я с вами. Я благодарю организаторов, которые меня пригласили на это чудесное мероприятие. И я просто хочу сказать, девочки, с праздником! Очень здорово, что у нас есть такой праздник. Во-первых, вы все красивые, вам очень идет форма. Я всегда горжусь тем, что российские женщины всегда справляются с поставленной задачей. И любую работу мы выполняем, потому что мы можем все. С праздником удачи, любви, терпения и всего-всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам за эти теплые слова. Друзья, все очень просто. Подойдите, пожалуйста, к героиням этого прекрасного вечера. Вручите заслуженные награды. Прошу вас. Поддержите, друзья! Поддержите это прекрасное событие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, ну, напоминать не стоит. Сразу после вручения наград у нас случается еще одно приятное событие. Это фото на память. Располагайтесь, друзья, так, чтобы всем хватило места. Да, Ален, присоединитесь, пожалуйста, к этому прекрасному событию. Друзья, ну что, под ваши аплодисменты пусть случится это событие. Самое время нам сказать спасибо к тем, кто получил награды, тем, кто вручал награды. И мы провожаем вас в зрительный зал под аплодисменты. Громкие, громкие, громкие! Ну, а дальше, друзья, я так понял, что ни для кого не секрет. Если Алена осталась на сцене, значит, впереди у нас какой-то подарок. Друзья, у меня только одна просьба. Давайте встретим ее еще раз овоцами. Алена Иванцова! И еще раз добрый вечер. Мой друг Леонид Агутин просил спеть его песню, поздравить вас с праздником. Что я сейчас и делаю? Если вы ее узнали, пойте со мной. Слова очень простые. Узнали? Музыка погромче, пожалуйста. 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 Мой человек дождя, как и без меня, Но приходит ночь снова. Мой ангел сентября, на исходе дня, Ты придёшь ко мне, словно когда всё закончится, Ты будешь носящим с одной стороны. Которые ты, как бы міцар тостра, Будет утро, пустот, на витринок рекламы, Которые все затянет думаном, И, как будто душа, как пустые карманы. А я, появляюсь одной сонты, Развожу всё окно, и славно слышу голос твой. Где-то там или где-нибудь здесь знаю я, Что где-то ты есть человек. Мой, как и без меня, Но приходит ночь снова. Мой, а по сентября, На исходных днях, Ты придёшь ко мне словно. Молодцы! Ну, давайте, может быть так, На месте потанцуем ручки, да? Со мной? Я одна здесь, да? Или всё-таки... О, вижу, хорошо! Хорошо! Со мной вместе! Челябинск! Люди! Девочки, молодцы! С праздником вас, моя хорошая! И не забываем, что мы сейчас Поём вместе со мной, окей? Мой, как и без меня, Но приходит ночь снова. Мой, а по сентября, На исходных днях, Ты придёшь ко мне словно. Мой, а по сентября, На исходных днях, Ты придёшь ко мне словно. Мой, а по сентября, На исходных днях, Ты придёшь ко мне словно. Мой, а по сентября, На исходных днях, Ты придёшь ко мне словно. В том, что вы талантливые, Я уже в этом убедилась. Вообще потрясающие люди, гостеприимные, В аэропорту встретили вовремя, Привезли в хорошую гостиницу. Хотели накормить, Мы, правда, отказались, Потому что сначала надо спеть, А потом уже всё остальное. Правильно? Значит, учим слова. Очень простые. Я придумаю тебя. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Слушайте, видите, я себе уже вот нашла Молодого человека. Ваши аплодисменты. Это же ваш парень. Привет. Слушай, ты смелый. Как тебя зовут? Сева. Слушайте, имя такое. Сев, короче, мы с тобой сейчас будем петь, Когда будут слова «Я придумаю тебя», Ты будешь руководить своими земляками, Чтобы они, в общем-то, пели и не халтурили. Да? Будешь в качестве дирижёра и моего помощника. Ну и танцуем, да? Слушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, чтоб всё слышали. Ну, ты это делаешь легко. А с моей подачи вообще поедем в Москву и сделаем дуэт. Так, ну мы, в общем, приготовились. Давайте попробуем, репетируем. Я придумаю тебя. Три, четыре. Я придумаю тебя. Слушай, давай ты споёшь, а я буду танцевать и дирижировать. Только эту строчку. Ну ладно, тогда будешь петь «Я придумаю тебя», а я всё остальное. Но, тем не менее, всё равно, земляки твои тоже должны. Три, четыре. Я придумаю тебя. Я придумаю тебя. А что сидим-то, я не поняла. Слушайте, у меня время есть. У меня завтра вылет в 12 часов, поэтому я, в общем-то, пока не добьюсь от вас песни, я не уйду. Вы готовы к этому? Поэтому, ещё раз, я придумаю тебя. Слава Богу. Поехали. В общем, когда я буду показывать, я придумаю, вы поёте, я отдыхаю. Договорились? Да. Ура! 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 Слушай, как хорошо стоять! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо огромное! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваши аплодисменты Екатерина Ивановна успешно совмещает Исполнение должностных обязанностей С воспитанием 4-х замечательных сыновей Возрасте от 6-ти до 13-ти лет Ваши аплодисменты На сцену приглашается Ольга Владимировна Клементьева Советник Государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса Друзья, ваши аплодисменты Старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета многоплательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 23 по Челябинской области Ольга Владимировна работает в инспекции с 2002 года При поступлении в инспекцию она уже воспитывала двух детей За время службы в инспекции появились на свет еще трое детей Ольга Владимировна, будучи матерью пятерых детей, умеет сочетать упорный добросовестный труд в налоговом органе и верность с семейным традициям Елена Федоровна Шашенко Майор юстиции, старший следователь Следственного отдела по городу Верхнюхалей, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области В органах прокуратуры и Следственного комитета проходит службу с октября 2004 года Работу умело сочетает с воспитанием своих детей Анастасии, Анны и Марии В следственном отделе, где проходит служба, она также относится по-матерински к молодым специалистам Помогает им постигать азы профессии следователя АПЛОДИСМЕНТЫ На сцену приглашается Людмила Александровна Герасимова Прапорщик полиции, младший инспектор отдела охраны общественного порядка отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу Главное управление Министерством внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Людмила Александровна, воспитывающая четверых детей, сумела сочетать упорный добросовестный труд и верность семейным традициям Все свободное время посвящает своим детям Ваши овации Ну а награды в этой прекрасной теплой номинации вручают Митрополит Челябинский и Миасский Григорий Председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ренат Хазрат А также академик Российской Академии Наук, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Владимирович Важенин Прошу вас Дорогие милые женщины от всей души Поздравляю вас с присуждением номинации за материнское тепло Вы не только безукоризненно исполняете свой профессиональный долг Но еще для всех для нас являете пример того, какими многодетными должны быть российские семьи Особенно меня радует то, что среди награждаемых в этой номинации есть супруга одного из священнослужителей нашей Челябинской епархии Я желаю вам сил, здоровья, помощи Божьей в вашей службе и воспитании ваших детей Храни вас Господь Аплодисменты Васямилляя рахман рахим Во имя всеми милостей и милостей Уважаемые дамы, многоуважаемые женщины Разрешите от имени регионального духовного правления мусульман Челябинской и Курганской областей всех поздравить наших милых дам Я желаю вам пожелать счастья, добра, благополучия Женщина Может, действительно, много здесь было сказано В погону, может, к вам они не идут, говорят, да Но если мы, мужчины, такие слабые Значит, за счетом мы идем И дарим цветы, розу Потому что женщина, она первоосновательница семьи Знаете, женщина была сотворена в раю И знаете, из самого такого тонкого места Из ребра А ребро, оно является самым вкусным местом Всевышний так захотел Когда Адам был поселен в раю Адаму все было дано наслаждаться райскими садами Но он все равно не успокоился И обратился к Всевышнему И сказал, я хочу иметь супругу Она не только стала И причиной изгнания из рая Как посланник, пророк Мухаммад, салям, говорит Кто воспитает троих дочерей Эта женщина, эта мать Войдет в рай с любого двери Если даже двоих Даже когда сподвижники спросили одну И даже одну, если воспитает Рай обеспечен И в заключение хотелось сказать Что действительно Путеводительницей И блаженство того Райского блаженства Царства Всевышнего Именно заложено матери А пророк Мухаммад, салям, салям, мир ему говорит Рай находится под ногами ваших матерей Вот мы должны не только 8 марта Наверное, эту восьмерку надо перевернуть в горизонтальном положении С женщинами мы должны всегда относиться Как требует Всевышний Относиться с почтением Уважением, любить, расти детей Чтобы мир был и спокойствие Хотелось бы всем пожелать Нашим милым женщинам Здоровья, счастья, семейного благополучия И мирного неба над головой Уважаемые номинантки Уважаемые гости Вы знаете, я вот Хотел говорить совершенно не о том Но речи предыдущих ораторов Моих коллег, друзей Они вдохновили меня Породили новые мысли Возошла речь о пластической хирургии При сотворении человека Я вспомнил вот такую Медицинскую байку Чем отличается Господь Бог От врача А Господь Вот Бог врачом Себя никогда не мнит Вот И вот Знаете, на самом деле Какие бы чудеса Не отводила медицина И какие бы не были Высокие наши амбиции И претензии Вообще Настоящее это чудо Творит на земле Женщина, мать Потому что появление человека Появление новой жизни Это чудо Самое настоящее Самой высшей пробы Все остальное Вторично Все остальное Блекнет В сравнении с этим И большое вам спасибо Что вы Являетесь мамами Мама это самое дорогое Для всех для нас Для такого большого количества Вот маленькие черебенчат Которые воспитываются Которые растут С праздником вас дорогие Господа Все очень просто Подойдите пожалуйста К нашим прекрасным Мамам Мамам в погонах И давайте станем Свидетелями вручения Заслуженных наград В этой прекрасной И очень теплой номинации Вот они Самые черебенчата Вы бежали на сцену Друзья Оставайтесь уже на фотографию Юный гость Так ну что Награды вручены Традиционная фотография Да Прошу вас друзья Прошу вас Давайте 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 Юный гость Давайте тоже Присоединитесь рядом с мамой Встаньте Исторический момент Важный момент Мы вас поздравляем Спасибо вам Дорогие друзья Спасибо всем участникам Этой прекрасной церемонии Прошу вас Занимайте ваши заслуженные места В зрительном зале Чествование женщин Которые делом в своей жизни Выбрали службу отечеству Становится не только Доброй традицией Но и значимым Ожидаемым событием Ну а сейчас Наших прекрасных женщин Поздравят друзья Челябинской ассоциации Их представлять Не стоит наверное Все таки скажу Это всеми любимые актеры Театра и кино В общем друзья Что говорить Внимание на экран Дорогие женщины Девушки Девчонки в погонах Я знаю Как вам будет сейчас Приятно Услышать слова Давид Марковича Который сейчас На самом деле Работает под прикрытием Но не отказал Поздравить вас За участие В премии Челябинской ассоциации Работников Правоохранительных органов Щит и розы Девчонки в погонах Поразительно Как радовался Происходящему Сергей Пускепалис Вы обратили внимание Да Удивительно Но между тем Друзья Мы продолжаем За минувший год Челябинской арпо Велась большая Социальная работа Совместно с управлением По контролю за оборотом Наркотиков Областной полиции Проведен ряд уроков Семинаров Для учащихся В апреле запланировано Проведение молодежного форума Вместе Вне зависимости Ассоциация постоянно Взаимодействует С правительством региона И администрацией Города Челябинска Кроме этого Арпо продолжает Свою традицию И выступает Одним из учредителей Детского областного Конкурса Эстрадного вокала Лиловый шар Который ежегодно Собирает десятки Юных дарований Со всей области Неравнодушные члены Ассоциации Проводят большую Социальную работу В подшефной школе Интернате номер 4 Город Челябинска Где обучаются дети С ограничением по здоровью На регулярной основе Проводятся тематические И спортивные мероприятия А в канун Нового года Учащиеся школы Интерната Получили небольшие сюрпризы И веселые поздравления Чтобы протянуть руку помощи Сделать кого-то счастливее Либо подарить надежду Не обязательно обладать Физической или материальной силой Не обязательно даже быть взрослым Добро вершится сердцем Итак, внимание, дорогие друзья Следующая награда будет впервые Вручена в рамках премии Щиты розы И очень надеемся Что эта номинация Станет доброй традицией Мы переходим к награждению Детей, отличившихся В чрезвычайных ситуациях И номинация называется За высокую гражданственность Под ваши аплодисменты Несмотря на свой юный возраст Герои нашей премии Проявили мужество, смелость и любовь Любовь к своему дому, близким Или даже совсем незнакомым людям Диплом в номинации За высокую гражданственность А главное Медалью Ассоциации работников Правоохранительных органов Российской Федерации Верность и честь Третьей степени Награждаются Внимание, встречайте Игорь Брюховецкий Учащийся школы номер 7 Города Миаса 15 лет Внимание, возвращался После учебы к себе домой И обнаружил в квартире грабителя Игорь не испугался Не растерялся Проявил смекалку Запер преступника на балконе Вызвал полицию Оказав содействие В задержании преступника По горячим следам Оказалось, что подобные преступления Ранее были неоднократно совершены Судимым преступником Такой поступок Достоин уважения И служит примером Для многих взрослых Еще одна юная героиня Алена Волкова Встречайте Вот она, юная 12 лет Учащаяся средней Общебразовательной школы номер 1 Город Верхний Уфалей 27 июля 2018 года Находилась на городском пруду Во время купания Алена увидела, что На расстоянии 10 метров На водной поверхности Лежала девочка Не подавая признаков жизни Не раздумывая Алена поплыла к ней Не растерявшись Рискует своей жизнью Она подхватила пострадавшую И поплыла с ней к берегу Плыть было очень тяжело Но несмотря на это Алена упорно плыла А затем вынесла ее из воды на берег Где пострадавшие оказали первую помощь После чего она пришла в себя Давайте еще раз поаплодируем, друзья Софья Поленкова К нам сюда срочно на сцену Встречайте 17 лет студентка второго курса Уральского государственного университета Путей сообщения Поленкова Софья возвращалась со школы Увидела густой черный дым Выходивший из окна собственной квартиры Зная, что мама в данный момент Находится на работе А дома есть родственники Софья самоотверженно поспешила На спасение Девочка проникла в квартиру На ощупь Нашла в комнате отчима Который лежал на полу без сознания Дотащив его практически до входной двери Софья сама уже начала задыхаться от дыма И понимая, что сил ей не хватает Стала звать на помощь соседей Которые пришли, помогли и спасли Вы знаете, несмотря на столь юный возраст У меня почему-то есть ощущение, что аплодисменты должны быть гораздо-гораздо громче, друзья Ну что, юный герой, юной героини Самое время вручить вам эти награды Вот кто вам их будет вручать, мы сейчас расскажем Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова Председатель медицинской палаты Челябинской области Заслуженный врач Российской Федерации Профессор, доктор медицинских наук Главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Александрович Альтман А также генеральный директор Публичного акционерного общества АСКО-Страхование Президент Союза страховщиков Урало-Сибирское соглашение Аркадий Маркович Любавин Прошу вас Дорогие ребята, уважаемые гости сегодняшней церемонии Мурашки, наверное, по коже у каждого, когда слушаешь эти истории Как наши ребята мужественно бросаются на помощь другому И действительно говорят, что дети наши главные учителя И сегодняшние истории лишь еще раз подтверждают, что в детском сердце Есть всегда место и мужеству, и подвигу Я вас поздравляю с такой высокой наградой И желаю, чтобы в вашей жизни было все более гладко Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги Во-первых, хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Организаторов этой замечательной премии И прекрасно, что именно у нас, на нашей земле, есть вот такая премия Когда мы можем, особенно в канун, в начале весны В канун замечательного праздника 8 марта Мы можем высказать слова благодарности И огромного уважения к нашим замечательным женщинам Женщинам, работающим в правоохранительной системе Очень волнительно стоять здесь на сцене Особенно вручая вот нашим сегодняшним героям Именно героям вот эти награды Потому что они еще очень молоды, они юны И в то же время они обладают такими удивительными человеческими качествами Которые, наверное, многим взрослым людям стоит позаимствовать Конечно, каждый сидящий здесь И все женщины, офицеры, все женщины, служащие в погонах Они все сотрудники и люди, имеющие высочайшую гражданскую позицию Но наши дети сегодня это особенное И, ребят, искренне поздравляю вас Поздравляю ваших родителей, ваших учителей С тем, что вы настоящие, вы очень достойные люди И вам замечательного будущего А всех наших замечательных женщин С наступающим праздником мира, добра, счастья И пусть меньше в нашей жизни будет проблем, бед и невзгод АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Я не буду оригинальным Во-первых, начну с того, что поблагодарю организаторов За возможность выступить на этой сцене И поздравить Поздравить и, прежде всего, женщин на работе Правоохранительных органов Ну и, конечно, лауреатов в этой номинации Я хочу сказать, что, если говорить о гражданственности То, что совершили наши победители Это, безусловно, не просто поступки Это благородные очень поступки А вот тут хочу такую параллель провести Я всегда говорил, что Ну, мое личное мнение, не претендуя на истину Что самой благородной профессией На мой взгляд, являются врачи Вот хорошо рядом врач А вот дальше интересная вещь Что-то я подумал, что Работа страховщиков и вот работа ваша Правоохранительных органов На самом деле Это вот две стороны одной медали Почему? Вот мы всегда говорим, что Многие страховщики так говорят Что мы приходим на помощь Действительно в трудную минуту Когда что-то случается А мы обеспечиваем благополучие И мы тем самым защищаем будущее А вот вы защищаете настоящее И в этом смысле, я думаю, мы как раз Очень близки друг к другу Я поздравляю, во-первых, победителей Очень приятно Во-вторых, всех женщин Присутствующих в этом зале С праздником всего самого лучшего Спасибо вам за эти замечательные слова Я вижу, что наши юные герои Несколько растерянны, зажаты Друзья, давайте поаплодируем Поддержим, поддержим Улыбнитесь, друзья Сегодня ваш праздник Сегодня ваш день И в вашу честь Эти аплодисменты У меня такое ощущение, что сейчас дети Немножко потеряны А вот в экстренной ситуации Они максимально собрались И сделали то, что хотели Так, Маргарита Николаевна Мы вас без цветов тоже не оставим Сегодня доброй традиции С наступающим праздником весны Друзья, фото на память Давайте громче аплодировать Посмотрите, какие герои на сцене Спасибо вам Пожалуйста, проходите Присаживайтесь поудобнее В зрительном зале Ну а мы будем продолжать Ну что, друзья Поздравить юных И не только юных героев На сцену приглашается Уникальный человек Музыкант Композитор Автор нескольких альбомов Инструментальной музыки Боец восточных единоборств Мастер спорта под Хаквандо Основатель школы Хаквандо Победитель многих шоу На китайском телевидении В том числе на первом канале Сизи ТВ Актер кино Почетный член Челябинской ассоциации Работников правоохранительных органов Александр Векер С композицией Хаквандо Его воспитанники Подшеф Ассоциация Школа боевых искусств Встречайте, друзья Аплодисменты 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 Пож��가 отехали Аплодисменты Аплодисменты Пож��가 отехали Аплодисменты Отемны Нolo Мастер Аплодисменты Номер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр Векер и школа боевых искусств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из важнейших задач Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Южного Урала это поддержка и развитие детских спортивных движений, клубов, патриотического воспитания подрастающего поколения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а в честь этого прекрасного события продолжает поступать поздравление и вот такое поздравление пришло от президента Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации Асланбека Ахмедовича Аслаханова. Да, ваш аплодисмент, это очень заслуженный, известный человек. Сердечно приветствую вас на знаменательном событии третьей региональной общественной премии Щиты Роза Южный Урал. Российские женщины вносят вклад в развитие всех сфер жизни общества. Убежден, что лауреаты нынешней премии будут и впредь демонстрировать высокий профессионализм, способствовать повышению престижности службы в правоохранительных органах, а также воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине. Желаю вам здоровья, мира, благополучия, успехов в труде, новых побед и свершений. А мы с большим удовольствием переходим к следующей номинации за высокие спортивные достижения. Они стремятся быть с первыми лучшими. Это приводит не только к высоким достижениям в работе, но и благосклонно влияет на все сферы жизни. Наши женщины – это гордость правоохранительных органов и всей страны. И стоять на высшей ступени перестала им не привыкать. Итак, внимание, в номинации за высокие спортивные достижения награждаются Евгения Александровна Атаева, референт Государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса, судебный пристав Калининского районного отдела судебных приставов города Челябинска, управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Имеет звание мастера спорта России по лыжным гонкам, многократный победитель и призер городских, областных, всероссийских чемпионатов и первенств по лыжным гонкам. В 2018 году стала призером чемпионата «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В номинации за высокие спортивные достижения награждается Валерия Маратовна Ишмакова. Майор полиции, преподаватель Центра профессиональной подготовки Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Аплодисменты. Кандидат мастера спорта по боксу. Неоднократно принимал участие в соревнованиях российского, европейского и мирового уровней. Является чемпионом мира, Европы, России по кикбоксингу. Аплодисменты. Является призером Кубков Европы и России по боксу. За образцовое исполнение служебных обязанностей много раз поощрялась правами начальника Главного управления МВД России по Челябинской области. Наталья Сергеевна Матвеева. Встречайте, сержант внутренней службы, диспетчер СПСЧ Федеральной и противопожарной службы по Челябинской области. Главное управление МЧС России по Челябинской области. Кандидат мастера спорта Российской Федерации по легкой атлетике. Принимает участие, занимает призовые места в областных, всероссийских и всемирных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Регулярно выступает на спортивных соревнованиях, в которых отстаивает честь подразделения и службы в целом. Как приятно слышать ваши аплодисменты. Также в данной номинации награждается Мария Андреевна Кипенко. Референт Государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса. Главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы. Регулярно участвует и занимает призовые места в соревнованиях различного уровня. Городских, региональных, федеральных. Защищает честь подразделения таможни и Уральского таможенного управления. Выступает в дисциплинах летнее служебное двоеборье, легкоатлетический кросс, стрельба из пистолета Макарова, быстрый шахмат и волейбол. Друзья, если есть такие люди еще в зале, которые по таким видам спорта одновременно могут себя проявить, то, пожалуйста, поаплодируйте. Имеет первый взрослый разряд по баскетболу. И все это Мария Андреевна Кипенко. А кто же вручает награду? Сейчас узнаем. Награды вручает заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Челябинской области Сергей Владимирович Соколов. А также российский хоккеист, чемпион России 1999, 2001, 2007 годов, чемпион Евролиги 99 и 2000 годов, обладатель Суперкубка Европы 2000 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 2008 года, заслуженный мастер спорта России по хоккею Равиль Медыханович Гусманов. Сегодня в этом зале, мне кажется, забрались достойные, достойнейшие люди всей нашей России. И еще один сюрприз. Гость, который прибыл из Москвы исключительно к нам на премию «Щиты Роза Южный Урал» для того, чтобы лично поздравить самых прекрасных женщин, героев Челябинской области. Музыкант, певец, композитор, лидер группы «Сталкер» Андрей Державин. Музыкант, певец, композитор, лидер группы «Сталкер» Андрей Державин. Рад возможности поздравить наших номинантов, победителей и, конечно же, всех женщин с наступающим праздником. У меня всегда, я думаю, что и у всех мужчин вызывает уважение, даже и чаще всего удивление, как вы успеваете совмещать домашний очаг, семью, работу и высокие спортивные достижения в себе. И при этом оставаться вот именно такими женственными и красивыми. Хочу, пользуясь, скажем так, случаем, поздравить всех женщин, присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали с этой сцены. Счастья, здоровья и семейного благополучия. С праздником вас! Милые, очаровательные, иногда немного воинственные, присоединяясь к предыдущему оратору, тоже не устаю удивляться, как вы умудряетесь хранить семейный очаг, воспитывать детей, любить мужа, ругать мужа, служить родине, развивать, творить, совершенствовать свою красоту, при этом достигать таких фантастических спортивных результатов. Это, наверное, знаете только вы, чего это стоит. Никогда нам в этом вы не признаетесь. Единственное, что могу сказать, желаю вам любви, душевного равновесия, и иногда немножечко позволяйте себе отдыхать. Вы все время работаете. Берегите себя. С праздником! Да, Андрей, прошу вас. Дорогие женщины, дорогие девушки, для меня огромная честь сегодня находиться в этом зале, и тем более говорить для вас и желать вам, это действительно, когда видишь столько красавиц в один вечер в одном месте, то невольно пропадает дар речи. Поэтому я присоединяюсь ко всем словам предыдущих ораторов. Сегодня очень много хороших слов звучало с этой сцены. Вот мне очень понравились слова Анатолия Петровича. Вы, наверное, все помните, как он сказал замечательно, когда желал, чтобы вы всегда были молодыми и делом, и душой. Ну, все остальное вы знаете. Анатолий Петрович, спасибо. Если не возражаете, беру на вооружение. Равиль очень хорошо сказал тоже, прекрасная речь у него была, он всех вас пригласил к себе в Орду. Я немножко поскромнее, я вас всех приглашаю на свои концерты. Вот, и если вы придете, я буду очень рад. Ну, а если позволите, от себя я добавлю, чтобы вы были всегда вот такими молодыми, красивыми, чтобы ваши глаза светились, чтобы в жизни вашей была любовь. Ну, и все остальное я скажу в своих песнях. У меня еще небольшое выступление запланировано, поэтому после награждения я спою. Андрей, мне кажется, барышни стоят и ждут ваших объятий, вы понимаете? Поэтому давайте приступим к приятной церемонии, к церемонии награждения. Ваши аплодисменты, дамы и господа! Победительницы в номинации за высокие спортивные достижения! И традиционная уже фотография на долгую счастливую память. Мы благодарим всех за участие в этой церемонии. Я позволю себе перефразировать фразу из одного очень известного фильма. А вас, Андрей, мы попросим остаться. Уважаемые друзья, занимайте места в зрительном зале. Я сделаю это с огромным удовольствием, потому что, признаюсь вам честно, петь мне привычнее, чем говорить, тем более, ей-богу, я немножко засмущался. В одном месте, в одно время, такое количество прекрасных девушек, я, как любой нормальный мужчина, лучше спою. Дорогие девушки, с праздником вас, с наступающим! Будьте счастливы! Вот Алена положила хорошее начало такой традиции подпевать. Если вы знаете слова песен, не стесняйтесь, подпевайте. Кружатся, кружатся, кружатся листья над головой. С кем с тебя, милая, дружица, с кем ходишь ты домой? Только обратной дороги нет, и я к тебе приду. Помнишь, как тихо шутала в небе? Верю, люблю и жду. Катя, Катерина, мага в цвет, без тебя мне сказки в жизни нет. Вонут головою, если не с тобою. Катя, Катерина, эх, душа, да чего ж ты, Катя, хороша? Ягода, малина, Катя, Катерина. Катя, 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 Синее, 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 море воскало нас. С кем ты гуляешь, красивая, не опуская глаз? Кончились летние праздники и плачет дождь седой. Разные, разные, разные Всё-таки мы с тобой Катя, Катерина, магов цвет Без тебя мне сказки в жизни нет Могут головою, если не с тобою Катя, Катерина, эх, душа Да чего ж ты, Катя, хороша Ягода-малина, Катя, Катерина Другица, другица, другица Вместе над головой С кем у тебя, милая, другица С кем будешь ты домой? Спил обиды за прошлое Но я смогу простить Ты расскажи мне, хорошая Как без тебя мне жить Катя, Катерина, магов цвет Без тебя мне сказки в жизни нет Вону головою, если не с тобою Катя, Катерина, эх, душа Да чего ж ты, Катя, хороша Ягода-малина Катя, Катерина Катя, Катя, Катерина, эх, душа Да чего ж ты, Катя, хороша Ягода-малина Катя, Катерина Спасибо, мы продолжаем, продолжаем, продолжаем Потому что сегодня все песни, все поздравления только для вас И, конечно же, любви вам Чтобы любовь согревала ваши сердца И была в каждом вашем доме Когда ты идешь, сохраняя пуста Вопросы любви для себя не решишь Я все же пойму Почему бы расстались Ведь трудно принять Никого не забыть Когда ты уйдешь, то оставь дверь открытой В минутной решимости прячь агата Я дам себе шанс Не считаться забытым Когда ты уйдешь Может быть, не всегда Случайным словом Придавая по краску Ты просто живешь И не любишь терять Движение в ресниц Не меняя как маску Решаешь сама Для кого какой стать Усталая музыка Спящих гармоний Разрушила хрупкий витраж Изо льда Я мог потерять Но я буду с тобою Когда ты уйдешь Может быть, не всегда Когда ты уйдешь Когда ты уйдешь Пячась розовый плач Сохраняя покой Когда ты уйдешь Когда ты уйдешь Равнодушные дети Тоски мне помогут быть рядом с тобой Когда ты уйдешь Что оставь дверь открытой В минутной решимости Прячь агата Я дал себе шанс Не считаться забытым Когда ты уйдешь Может быть, навсегда Когда ты уйдешь Что оставь дверь открытой В минутной решимости Прячь агата Я дал себе шанс Не считаться забытым Когда ты уйдешь Может быть, навсегда Редактор субтитров Аплодисменты Здесь в зале проходите, оставляйте подарки, их никто не украдет Мужчины проследят, цветы возьмите с собой Эта песня уже по традиции звучит для всех наших друзей Старых и новых, далеких и близких Называется «Не забывайте друзей» Давно прошла веселая пора Все реже видим мы своих друзей И пусть у всех забот и дела Чем старше дружба, тем она сильнее Какие красавицы вы не представляете Кого-то жизнь бросает словно мяч А землю бьет, не поднимая вверх А чья-то жизнь полна удач Но чувство дружбы есть у вас у всех Ваши аплодисменты Не забывайте писать Не забывайте звонить Не забывайте друзьям Всегда о глазах говорить Не забывайте Не забывайте друзей И не забывайте о том Что лишь если мы раз На свете мы живем Ваши аплодисменты Ваши аплодисменты всем нашим красавицам Можно я встану с вами в серединочку Потому что я знаю, нас фотографируют Я сохраню это фото Ребята-фотографы Постарались Пока мы вместе так прекрасно живем И мы порой чужих не видим бед И поздно говорить Не может быть Когда уже кого-то с нами нет Не забывайте писать Не забывайте звонить Не забывайте друзьям Всегда лишь правду говорить Не забывайте друзей Не забывайте Не забывайте Поддержите меня Давайте споем вместе Не забывайте Друзьям Всегда о глазах говорить Не забывайте друзей Не забывайте Не забывайте о том Что лишь если мы раз На свете мы живем. Блюдая за этим, атмосфера абсолютно семейная. Наверное, все это благодаря вам. Будьте счастливы. Ну и на концерты приходите. Я сдержу свое слово. Обещаю. Идемте на авансцену все. Пойдемте. Запечатлите нас для истории, пожалуйста. Девочки, улыбаемся. Волшебное слово все знают? Спасибо вам, друзья. Спасибо. 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 Дамы и господа, Андрей Державин. Спасибо вам, Андрей. Приезжайте к нам почаще на Южный Урал. Ну а наша церемония вручения премии «Щиты роза» в этом году проводится в третий раз. Мы уверены, что сегодня у этой премии большое светлое будущее. И долгая жизнь, ведь ее цель прекрасна, искренне от всей души поблагодарить всех женщин в погонах за их службу, за преданность. И красоту! Давайте еще раз подарим им аплодисменты! И громогласными овациями встретим героинь в зрительном зале. Громче, громче, громче овации, дорогие друзья! Сегодня состоялся настоящий праздник, за который еще раз хочется поблагодарить партнеров премии «Щиты роза». Титульный партнер премии «Русская медная компания», председатель совета директоров Алтушкин Игорь Алексеевич. Генеральный медиапартнер премии «Медиахолдинг ОТВ». Организаторы премии выражают огромную благодарность всем партнерам, принявшим участие в создании столь важного мероприятия, подчеркивающего значимость и всеобщее признание сотрудниц силовых министерств и ведомств. И, конечно, мы же благодарим правительству Челябинской области и администрацию города за поддержку проекта. Милые, очаровательные, добрые женщины, спасибо вам еще раз за вашу красоту, за вашу преданность в вашей службе. Мы вас обожаем, мы вас любим. С наступающим праздником весны, с праздником 8 марта. «Щиты роза» прощается с вами, дорогие друзья, ровно на один год. А мы, это Андрей Анашкин. «И Людмила Гильнич». Поздравляем и лауреатов, и наших гостей с наступающим праздником. Мира, добра, радости и до новых приятных встреч. Спасибо.